В Коми началась активная фаза борьбы с незаконным автомобильным тюнингом. Только в Сыктывкаре в рамках операции работало сразу 7 патрульных экипажей ГИБДД. Подозрительные машины с модернизированной светотехникой, выхлопной системой, большими колесами и лифтовной подвеской тут же останавливали. По правилам, любое изменение в транспорте без прохождения специальной экспертизы теперь вне закона. И если одних автовладельцев наказывают рублем, то другие теперь и вовсе могут лишиться машины. Антон Булаев о первых результатах рейдов. Этот черный седан на улице Коммунистической инспекторы сразу примечают в потоке машин. Дополнительная световая иллюминация, спрятанная за решеткой бампера. Большие литые диски 17-го диаметра. Низкопрофильная резина, не соответствующая заводским размерам. И, наконец, черная тонировочная пленка, нанесенная на лобовое стекло и передние боковые окна. Внятного ответа от водителя инспектор технического надзора УГИБДД так и не получает. Все нарушения полицейские отмечают в протоколе. Водителю выписывают штраф и требуют устранить незаконный тюнинг в 10-дневный срок. Молодой человек решает не откладывать. Пригород, прижимайся! После непродолжительной погони водитель тонированной лады все же прижимается к обочине. Молодому человеку выписывают штраф 500 рублей и предлагают прямо на месте устранить запрещенную пленку. Александр признается, стекла затемнил недавно, но не для красоты, а для дополнительной защиты от лучей солнца. И лишать себя комфорта он не намерен. Сейчас мы ставим тонировку, снимаем, а через 15 минут мы его наклеим. Долька из-за солнца. Не скрываемся ни от кого, правосудие, не боимся. Фукуба только солнца. Лето начинается, жарко становится в машине. И все, четко будет. Инспектор парирует. Из-за черных передних стекол управление машиной становится сложным. Риск совершить аварию увеличивается многократно. И предупреждает, в следующий раз, а делаться только штрафом, водителю вряд ли удастся. Водителю Азика, справа, придемся, останавливаемся. Огромные колеса, лифтованная подвеска, железные силовые бампера с лебедкой. Выглядят все эти изменения эффектно. Некогда инкассаторский автомобиль теперь явно не спасует перед бездорожьем. Хозяин так постарался и изменил конструкцию серийного броневика, что сделал машину опасной. Езда по дорогам общего пользования этому чудо-инженерной мысли заказана. Об этом инспекторы сообщают владельцу, о чем он, оказывается, прекрасно знает. Вообще, на такой, конечно, технике лучше бы не выезжать, так скажем, на дороге общего пользования. Не соответствует предъявляемым требованиям по безопасности. Если бы это все соответствовало, то вы бы прошли сертификацию, получили бы сертификат. И, соответственно, вписали бы все это как изменение в конструкцию. Я ее с ремонта просто взял на рыбалку. Степень влияния тюнинга на безопасность автомобиля определяет испытательная лаборатория. Именно туда отправляют транспортное средство для получения необходимого заключения. Затем информацию об изменениях передают специальный электронный реестр, который ведет федеральная служба по аккредитации. Контролирующие органы проверяют все тщательно. От них не скроешь даже чуть увеличенный размер колес. Сотрудник УГИБДД заверяет, успешно пройти процедуру и получить заветную запись модернизированному броневику в таком виде не удастся. На данный момент нынешним собственникам здесь установлены силовые бампера, лебедка скрытого монтажа, которая также не допускается, не предусмотрена ни заводом-изготовителем, ни сертификацией по безопасности. Кроме того, установлены вездеходные колеса с большим, так скажем, рисунком протектора, которые, во-первых, затрудняют управление на твердом покрытии, такое как асфальт, практически делают машину неуправляемым. Они предусмотрены исключительно для бездорожья. Только за два дня операции в коме полицейские выявили 124 водителя, которые внесли различные коррективы в конструкцию своих железных коней. На устранение нарушений у любителей нелегального тюнинга теперь есть 10 дней. Затем владелец обязан показать чистую машину подразделения ГИБДД. Если этого не сделать, то авто снимут с регистрации, и оно станет просто куском ненужного металла.